Облегчить труд под силу Титану. Устал на грядках, нет сил. А сосед счастлив, ведь на него работает Титан. На даче белья накопилось, придется вручную стирать. А сосед отдыхает, у него стиральная машина от Титана. Перекусить бы, вот незадача. А сосед сытый, у него холодильник из Титана. Опять матч пропущу, посмотреть негде. А сосед довольный, у него телевизор от Титана. Иди не к соседу. Для всех и каждого компания Титан. Водители двух иномарок избили шофера скорой помощи. Инцидент произошел 23 июля во дворе дома на профсоюзной. Все подробности в рубрике «Сводка». 23 июля вечером во дворе дома на улице профсоюзной двое мужчин избили водителя скорой помощи. По словам очевидцев, машина медиков перекрыла въезд во двор. Водителю Рено Дастер и шоферу красной иномарки это не понравилось. Хотя со двора есть другой выезд. Оба с кулаками накинулись на водителя скорой помощи и буквально вырубили его. Позже мужчина пришел в себя. После проверки МВД следственный комитет будет выяснять обстоятельства произошедшего. Это либо дикарь какой-нибудь окурок кинул, либо, я не знаю, бутылки от какой-то. Загорелось. В деревне Глушиха Кирово-Чапецкого района очевидцы сняли, как горит свалка. Возгорание произошло вечером 23 июля. Пожарным позвонили, они сказали, что мы в курсе, мы уже были. Никакой дежурной машины нет. По словам очевидцев, они вызывали пожарных, но машины не было. Местные жители винят Кстининскую администрацию в том, что все основные подъезды перекопаны и к свалке не подъехать. 21 июля в поселке Ганино загорелся дом. По словам очевидцев, пожарные ехали дольше 15 минут. В диспетчерской им сообщили, что придется ждать, так как в Кирове в этот момент был крупный пожар. Тушили дом на Герцена. В результате дом в Ганино сгорел полностью. Кировские полицейские устанавливают причастных к совершению преступления. Молодых людей на велосипедах сняла камера видеонаблюдения. Обоим на вид не больше 25 лет. Если вы что-либо знаете об этих молодых людях, то сообщите в полицию по телефонам на экране. Не надо больше ничего, понятно? Не надо больше! Не надо! Случайными свидетелями экспрессивной сцены стали жители Кирова. Ночью мужчина громко кричал на свою девушку. Видимо, он решил вернуть ей все, что нажито непосильным трудом. Спасибо тебе за все! На ремень тебе нужен, да? Пожалуйста, забирай! Пожалуйста, ничего не надо! Затем мужчина снял ботинки и бросил их в девушку. Она не дала себя в обиду. Впрочем, уже через пару мгновений парочка помирилась. Драматичная сцена закончилась хэппи-эндом. Алина Котрихова, Место происшествия.